всем привет сегодняшний наш обзор будет направлен на освещение нашей резаной белки тракторной резины которые в прошлом ролике мы порезали показывали как это делали но сегодня по просьбам подписчиков попробуем показать как она плющится при различном давлении насколько она сминается ну и на каком давлении рекомендовано по используя по крайней на нашем автомобиле также расскажем как она себя ведет при определенных давлениях ну и попробуем все это продемонстрировать в этом ролике ну а теперь краткий экскурс по нашей резине по в бел 160 м в простонародье белка что мы с ней делали ну и что планируем с ней сделать и показать первая работа которая была проведена с ней когда она была абсолютно новые то есть при сборке перед сборкой разбили протектор основной протектор протектор очень крупный очень жесткий не позволяет плющится этой резине даже на легких тракторах на котором изначально устанавливается не говоря уж про такую не тяжелую технику для этой резины как у вас несмотря на то что он нас обвешан он тяжелый все равно для нее недостаточно тяжел легок и не дает ей возможность сплющиться следовательно она копает и едет в основном вниз что мы сделали мы разбили протектор боковой это видно на несколько частей центральный протектор тоже разбит разрезом что позволяет этой резине стать слегка мягче то есть убираем ребра жесткости которые сделаны из протекторов позволяем центральной части середине немного плющится это один из шагов к тому чтобы резина стала мягче чтобы она стала проходимей так как эта резина довольно таки жесткая состав резины и и я не знаю но догадываюсь что он совсем не приспособлен для зимней эксплуатации по крайней для льда для укатанного снега она очень плохо держит накат то есть накатанный снег лед ну и какую-то легкую изморозь которая на твердом покрытии на асфальте бывает зимой и осенью ранней весной поэтому делали мелкие насечки мелкие насколько позволяет возможность регрувера делали ее под в основном по центральным протектор местами конечно попадал и в боковой протектор ну совсем немного в основном вот эти порезы их видно они дают возможность увеличить количество зацепов которые идут по гладкой скользкой поверхности то есть превращает ее отдаленно превращает в похожую на липучку на стандартную липучка который используется без шипов и это резин по практике могу сказать мы используем вторую зиму эта резина позволяет ехать по гололеду накату понятно что не сравнить с хорошей легковой резиной который становится дорогие автомобили или просто дорогая резина брендовые но тем не менее по сравнению со стандартом пока она была не порезана она очень большие отличия имеет позволяет ли ехать по льду по накату ну и естественно добавляется по рыхлому снегу еще зацеп от увеличенного количества зацепов больших крупных зацепов которые появились благодаря тому что мы вырезали протектор это основное то что сделано по центральной по рабочей части шины ну и теперь наверное посмотрим на боковину ну и по боковине этого колеса последнем нашем ролике мы показывали как резали боковину чем резали что делали сколько сняли ну проведу краски краткий экскурс и напомню резали регуруером с 15 удобная вещь для протектора и для так сказать для подходов откуда-то в неудобные места то есть где-то к боковым протектором подлазить не очень удобно по боковой части работать очень удобно этой машинкой особенно благодаря широким лезвием удобно и довольно таки быстро получать снимать боковину но сейчас не об этом убрали примерно по 3 миллиметра с боковой части вот это видно видно рельеф покрышки какой стал снимали полосками сняли что с наружной части баллона что с той стороны с внутренней части баллона то есть двух сторон за счет того что убрали довольно таки большой слой резины резина стала ощутимо мягче благодаря тому что разрезан протектор она уже была более мягкая ну а благодаря тому что мы сняли боковину она стала действительно очень мягкая очень мягкая опять же нужно сделать сноску очень мягкая по сравнению со своим стандартом по сравнению со стоком по сравнению с тем что она не резана понятно есть более мягкие модели резины но и опять же еще раз уточню что это тракторная резина который не приспособлен для использования на автомобилях это мы уже занимаемся кустарчиной джиперы под себя подгоняем ну и голь на выдумки хитра и так продолжим после короткой паузы теплый ласковый ветер середины марта не позволяет чувствовать себя комфортно в легкой курточке поэтому я чуть-чуть переоделся ну и приготовил аксессуары которые помогут нам в этом ролике а конкретно это два листа фанеры которые мы будем подкладывать под колеса для того чтобы было хорошо видно насколько сплющилось колесо потому что сейчас автомобиль стоит в траве и если даже будет колесо сминаться протектор вязнет не особо будет понятно насколько расплющилась и профиль резина будет не очень заметен а сейчас подложим фанерку чуть перекатим машинку и будем демонстрировать как плющится сейчас у нас короткая пауза пока накачиваем давление в прямо системе для того чтобы подкачивать колеса посадок спустим ну и попутно коротко похвастаемся панелью в нашем хантере эта панель самодельная делали сами но не конкретно я лично очень хороший человек с золотыми руками какие здесь изменения здесь естественно полностью переработанные добавлю вот этот панель который позволяет добавить кнопки которые необходимы для включения компрессора блокировок фар искателей светодиодных балок передних боковых задних на бампере дополнительного света плюс вывезено кнопка под гудок лежит но еще не установлен теплоходный сигнал хороший мощный тоже в планах его установить ну и в ближайшее время скорее всего сделаем обзор полностью по уазу по всем его доработкам все что с ним сделали а сделано с ним действительно очень много проведено много работы которые позволило чувствовать в нем себя довольно комфортно а теперь переходим непосредственно к самому тесту переходим к замеру давление в колесах ну и демонстрируем насколько плющится резина при различном давлении машина подготовлена стоит на специальных площадках с фанеры чтобы было наглядно видно при каком давлении как что выглядит сейчас на данный момент что в переднем что в заднем колесе накачан по две с половиной атмосферы ну и на этих двух с половиной атмосфер резина выглядит так как сейчас вы видите обычно ездим мы когда по дороге по допам по асфальту качаю два два с половиной очка не более два с половиной качаю редко потому что очень долго объем воздуха в колесах большой пневмом системы довольно-таки слабенькая занимает очень много времени поэтому наши рабочие давление это 2 и 2 хотя два с половиной выкат наверное будет лучше ну сейчас переходим непосредственно к самому тесту начинаем тестировать начинаем показывать как выглядит резина на разном давлении данное давление два с половиной сейчас будем травить до той степени или сейчас будем стравливать настолько чтобы колесо ламелями боковыми ламелями коснулась фанеры ну и посмотрим как какое давление будет именно когда резина начнет ложиться на фанеру еще плющится насколько сегодня начнет но начнет проседать центральная часть колеса резина начнет ложиться на вот эти протекторы выкручиваем золотник ну и ждем ожидаем результат смотрим на ожидаемый результат давай сделаем замер сколько сейчас ровно единица ровно единица ламели более-менее опустились но еще недостаточно вот так вот выглядит эта резина на одном очке извиняюсь за выражение на одной атмосфере давление ламели почти лежат практически легли на фанеру стравливаем дальше ламели легли давление 06 ламели легли на фанеру то есть сейчас резина сплющилась так что центральная часть протектора и боковая часть протектора они находятся в одной плоскости то есть резина начинает работать резина пошла плющится это видно и по боковой губе сейчас пока закручу золотник подержу видно что сейчас резина начала включить резина начала работать ранее до того как мы порезали белку она плющилась до такого состояния примерно на 0 3 0 3 0 35 могу чуть-чуть ошибаться но если ошибаюсь то прям совсем чуть-чуть при 0 35 она плющилась примерно до такого состояния травливаем дальше смотрим какая будет плюшка на следующем давлении напомним сейчас давление 0 6 сейчас давление 0 33 резина сплющена уже довольно таки сильно пока закрутим золотник чтобы не уходил давление ну и сейчас уже видно если зайти какой-то другой если зайти сбоку если посмотреть на колесо с передней части или задней видно что колесо начало плющится видно что резина уже сплющилась и уже у нее рабочая часть довольно таки ощутимо нужно было наверное конечно взять линейку чтобы наглядно продемонстрировать сколько сантиметров изменяется по давлению но это не сделали поэтому наглядно все будет видно на видео насколько плющится насколько образовывается плюха нет тут с той стороны сзади тоже с ними сзади и просто вот отсюда вот сверху видно что она плющится виду что она пошир становится и водичка такое давление обычно на наших катушках мы делаем когда ну есть некие засадные места но не настолько критичны и не настолько они так сказать большие с нашей точки зрения но обычно такое давление примерно такую плюшку делаем если глубокий снег или довольно таки непроходимый участок на наш взгляд обычно нравится до ноль двух сейчас продемонстрируем как это выглядит при таком давлении это 028 вот такая плюшка при 028 резина уже очень сильно сплющилась и такая резина позволит ехать уже по рыхлому снегу по глубокому снегу понятно с учетом того что не нажимаешь сильно на газ идешь натаптыванием идешь не спеша прикатывая притаптывая плюшку же ощутимы если сверху посмотреть то она уже ощутимо заметно правим дальше делаем следующий замер 022 при таком давлении при такой плюшки уже очень уверенно идет по снегу по снегу даже не по влажному даже когда нет нас на то есть по довольно таки рыхлому снегу эта резина позволяет идти довольно таки уверенно по крайне мере на нашем автомобиле она плющится сейчас она стоит на одном месте машина естественно она сплющена не настолько сильно как она будет плющится на неровностях рельефа то есть при наезде на кочку на бугор на какой-то камушек на кочку и снега она естественно будет плющиться сильнее. И плюс еще резина немного разомнется. Вот при таких сплюснутых колесах машина идет уже очень уверенно. Только единственный минус, который мы выявили при эксплуатации резаной белки, наверное, любых мягких колес, это при достаточно сильном стравливании резина становится мягкой. Могу продемонстрировать, как я ее проминаю кулаком. Это дубовая резина, которая плющится кулаком на таком давлении. При прохождении косогоров каких-то наклонов резина, когда стравлена до такого состояния, она слегка подламывается и отстает боковина от диска. Следовательно, стравливает оставшийся воздух, подламывается дальше и разувается. Это опять напомню, что если косогор довольно-таки под большим углом, под острым углом, как правильно сказать, даже не знаю, острый, большой, и тогда разувается. Если на косогорчике чуть-чуть поднять давление или пройти его так, чтобы он не был под большим углом, то в принципе на таком состоянии резины мы отъездили практически всю зиму. Редко травили больше. Хотя бывало, что стравлили до 0.15. Даже был до 0.1. При таком давлении, естественно, нужно быть аккуратным, потому что разутся на раз, разувается легко, так как уже спущено практически в ноль. Но тем не менее, если спустить до состояния 0.1-0.15, резина плющится практически окончательно, она едет, ну, можно сказать, прет, как танк машина. Но нужно учитывать, что нельзя нажимать на газ, нужно ехать потихоньку, практически накатом. Пробуем, стравлим дальше. Сейчас 0.2. 0.2. Так вот выглядит резаная белка. Ну и травим до 0.15 и до 0.1. Вот. 0.2 – это максимально, что позволяет этот манометр. Попробуем еще один, который покупался якобы как манометр низкого давления, покупался для квадроцикла. Сейчас проверим, насколько низкое давление он может показывать. 0.2 – это самое минимальное, что позволяет нам замерить электронный манометр. Сейчас попробуем механическим, посмотрим, сколько покажет он. Если верить ему, показывает чуть больше 0.1. Наверное, видно. 0.15, скорее всего, уже нету. Где-то примерно 0.12. 0.1. Вот так вот выглядит на этом давлении белка. Напомним еще раз. Резаная белка. Резаная по протектору и резаная по боковине. По боковине снимали по 3 мм с каждой стороны. Вот. Могу покачать. Это будет видно, как она играет. Ну и переходим к переднему колесу. на данный момент 2.32. Пока пытались сделать замер, немного стравилось. Было 2.5. Выглядит вот так. Это передний баллон. Естественно, здесь больше нагрузки. Должна чуть побольше плющиться, чем задний. Теперь травим до тех пор, пока ламели не лягут на фанеру. ламели центрального протектора практически легли. Замерим давление. На данный момент 1.11. Если быть точным. Спускаем дальше. На таком давлении видно, что протектор лег полностью и боковая часть резины начинает плющиться. Начинает плющиться, следовательно, резина уже начинает отстраиваться. Сейчас посмотрим, какое давление. 0.84. Стравим дальше. Сейчас резина уже сплющилась довольно-таки ощутимо. Уже видно, что появляется губа. Начинает именно плющиться, становиться шире. И уже будет позволять ехать по снегу, который чуть потверже, который имеет какой-то наст. Ну и не очень глубокий снег уже будет позволять на такой резине ехать без пробуксовки. Безощутимый. Давление около 0.6-0.59. Стравим до 0.5. Вот сейчас. Давай. 0.48. Уже сплющено довольно-таки ощутимо. Травим дальше. Давление 0.35. Резина сплющена уже довольно-таки сильно. Я бы даже сказал очень сильно, потому что заметно даже сверху. Если находиться перед колесом, то видно тоже, как протектор лег полностью. Резина стала широкая. Резина стала губастой, что позволит ехать по слабонесущим грунтам. Стравливаем далее. Что ж ты-то боишься-то? 0.24. Резина сплющена очень сильно. Ощутимо заметнее, чем задняя. Ну и нужно учитывать, что это передняя часть, двигатель, передний бампер, тяжелая передняя часть. Плющит резину на 0.25. Плющит очень сильно. Что, в принципе, позволяет ехать уже практически по любым грунтам. Ну и стравливаем еще. 0.21. Ну, этот манометр работает до 0.2. Далее он нам не покажет. Но уже вот такая вот плюшка получилась. Смотрим, какая плюшка. Видно, как резина при качании играет. И, естественно, она позволяет ехать уже очень уверенно. где-то около 0.2. Стравим немного. Вот сейчас между 0.1 и 0.2. Вот так вот выглядит плюшка на таком давлении. Вот так вот выглядит белка, резаная белка на переднем колесе при давлении 0.15. При 0.15, напомню, мы ездили неоднократно. Идет практически по любому снегу. Очень хорошо идет по грязи. Позволяет уверенность себя чувствовать за рулем и доминировать над теми, кто не травится. А вообще белка, хорошо порезанная белка это огонь. Кто бы чего не говорил. Сейчас на камеру проедемся, продемонстрируем, как выглядит сплющенная белка в движении. Напомним, сплющена она стравлена, вернее. Заднее колесо до 0.1, переднее до 0.15. Погнали! Очень ощутимо коренится на левую сторону. Тест проводили на левой стороне. Правый накачан до стандартного давления. это примерно 0.2, 0.2 и 2. Не 0.2, извиняюсь. Это примерно 2 атмосферы и 2,2 атмосферы. На этом, считаю, наш тест и обзор резаной белки закончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, говорите, какой снять обзор. С удовольствием это сделаем. Пока-пока!